Здравствуйте! Я Михаил Кречмар, главный редактор Русского охотничьего журнала. Мы с вами поговорим о том, как обеспечить свою безопасность от бурого медведя в случае применения огнестрельного оружия. Я уже читал лекцию, и вы можете их найти в интернете в некотором количестве, в которых я очень подробно рассказываю, как избежать конфликта с бурым медведем, и ни слова не упоминаю о применении оружия. Это, в общем-то, не просто так. При этом у меня у самого, именно в области применения оружия, и накоплен самый большой опыт во взаимоотношениях с этим зверем. Ну, мало того, что с середины 80-х годов я в науке занимался изучением медведей. В то время вообще изученный зверь считался застреленный зверь, промеренный, взвешенный. Из него должен быть извлечен череп и правильно отпрепарирован. А после этого я с середины 90-х годов занимался организацией охот для охотников-спортсменов. И во время этих охот мне приходилось и видеть очень много ситуаций, когда по медведю применялось огнестрельное оружие, и самому применять. Причем очень часто это происходило в такой довольно пикантной ситуации, когда охотник-спортсмен, например, ранит медведя, а ты его должен лезть в кустах добирать. Чертовски неприятное ощущение, смею я вам сказать. И стрелять в зверя приходится на очень коротком расстоянии, как правило, меньше 10 метров. То есть, вроде бы как, должен я предмет знать и говорить о нем ответственно. Но, в самом начале моей речи, я хочу сказать вам, что есть всего одно юридическое основание для нахождения с огнестрельным оружием в охотничьих угодьях. Только в сезон охоты, при наличии путевки и разрешения на отстрел диких животных или регулирование численности. И все. Других оснований нет. Раньше можно было, и я пользовался этим сам, в советское время или даже позже, на первую половину 90-х годов, районный охотовед мог выдать вам лист бумаги с печатью и подписью, в которой в произвольной форме писалось, что я такой-то, представитель такого-то охотничьего управления, разрешаю товарищу такому-то находиться с оружием в угодьях с целью обороны от крупных и опасных животных. В скобках мурового медведя. Сейчас этой лазейки нет. Кто бы вам такой документ не выдал, и кем бы он не был, он действует незаконно. В общем-то, даже бог бы с ним, с этой законностью. Я вам просто объясняю ситуацию, как она происходит. Вот вы с такой бумагой от районного охотоведа или даже от областного управления охотничьего хозяйства находитесь в тайге, приплываете или приезжаете в какой-то населенный пункт, и вы попадаетесь не представителю органов управления охотничьим хозяйством, а вы попадаетесь менту. Или вы попадаетесь рыбнадзору. Или пограничнику. И все. Неприятности и у вас, и у представителя охотничьего надзора, выдавшего вам этот документ. И я не знаю, как вы из них выкрутитесь. Более того, сейчас есть такая форма деятельности. В законе об оружии указано, что разрешено иметь при себе огнестрельное оружие представителям изыскательских партий, геологов, гидрологов, ну, в общем, изыскательских партий, метеорологов для защиты от медведя, от крупных и опасных хищников. Он один, в общем, считай. Да, это написано в законе об оружии. А вот в правилах охоты этого не написано. И таким образом, ваша бумага, в которой сказано, что вы находитесь с оружием при исполнении обязанностей для защиты экспедиции от диких и опасных животных, имеет значение для сотрудника Росгвардии. А для районного охотоведа она уже значения не имеет. И он на вас железной рукой пишет протокол. То же самое ВОХР. Вооруженная вневедомственная охрана. Я имею помповое ружье для защиты вагончика. Все правильно, имеешь. И право имеешь. Защищать вагончик, находясь в вагончике. Вышел из вагончика, ты в охотничьих угодьях, ты браконьер. Охотовый спектр пишет на тебя протокол, доказывать свою непричастность. Вы будете в суде. Поэтому очень ограниченный у нас сегодня спектр возможностей легально находиться в лесу с оружием в руках. Ну ладно, обошлись. Мы решили все вопросы. Предположим, можно ехать в тайгу. Поехали. И вот он медведь, который представляет для вас угрозу, от которого надо оборониться. Прежде всего, что такое бурый медведь, как физический объект? Это очень много мяса и костей. Когда говорят, что бурый медведь очень крепкий на рану зверь, это именно это прежде всего и подразумевает. Вот я просто скажу вам, что убойный вес северного оленя, то есть вот вы убили оленя, и то, что вы можете пустить в еду, это будет всего 45% от общего веса оленя. От лося 40% еще меньше. А убойный вес медведя составляет 65%. 65% от общей массы зверя. Это вот мускулы и кости. Большие кости и крепкие. Причем кости у него толстые, мускулатура прочная. Внутренние органы, которые, в общем-то, поражение которых представляет для медведя серьезную опасность, занимают очень немного, небольшую площадь на общей поверхности зверя. Про голову я отдельно вам скажу. Есть люди, которые любят стрелять в голову. Есть люди, которые это делают хорошо. Итак, голова медведя. Голова медведя, она примерно вот такая по размеру. Даже и больше, как два этих журнала. А убойная площадь головы, она вот такая, как вот эта кружка. Это черепная коробка зверя. И вам надо попасть именно в нее, для того, чтобы убить зверя мгновенно. А стрелять приходится быстро и на коротке. Поэтому уверенности в том, что вы даже в десяти и даже в пяти метрах попадете в эту кружку при быстром вот таком мгновенном выстреле, в общем-то, не очень велика. Плавали, знаем. Видели многократно. На моих глазах люди промахивались в голову уже умирающего медведя с двух метров. Опять же, это не та ситуация, которую мы имеем сейчас здесь. Я в студии, камера и так далее. А это лес, все в мандраже. Медведь только что на нас бежал. Ну вот, что делает голову медведя плохой мишенью при стрельбе. Значит, про малую площадь уверенного поражения я уже сказал. Большая плотность тканей. Там много соединительных тканей, сухожилий, мощная мускулатура. Выступающая вперед рыло, попадание в которое совершенно неэффективно. Вот у меня, например, знакомый шел как-то по тропе в Приморье. Навстречу из-за поворота вывалил огромный медведь. Он из трехлинейного карабина выстрел ему в голову и не убил. Вот он как раз попал в рыло. Он мгновенно заскочил на дерево и потом на этом дереве сидел всю ночь. А медведь внизу, между прочим, его караулил там. Слышно было, как он ходил, там хрюкал, очень недовольно себя вел. Пока снизу не стали подходить по этой тропе другие люди. Тогда он ушел. И, судя по всему, этот медведь делал все увечиво. И я бы не сказал, что это даже может быть тяжелым. Но рыло ему пробили. И важнейшие доступы в мозг прикрыты массивными костями черепа. Когда мы рассматриваем медвежий череп, мы видим, что ни выстрел прямо в глаз, ни выстрел в глаз под углом, ни выстрел в ухо не дает прямого проникновения маломощной пули в череп. Все истории про убитых из мелкаша в глаз и в ухо медведях, но не все. У человека всего байки. Просто бывают маленькие медведи. Например, медвежата сегалетки и двухлетки, и трехлетки. У них череп еще слабенький. И он из мелкаша пробивается. Но такие медведи, как правило, и не представляют из себя большой угрозы. У места уверенного поражения медведя сразу я вам скажу. Мгновенно зверь падает только при попадании в органы центральной нервной системы. Позвоночный столб и голова. При выстреле по сердцу медведь способен пробежать до трехсот метров. И этому я лично был свидетелем. При выстреле по легким у меня такое впечатление, что он может даже выжить. Это очень крепкий зверь. А то, что он уйти может на много километров, на десятки километров. Это совершенно точно. На рисунках, которые я вам показываю, я показываю вам зоны наиболее уверенного поражения. Темным цветом обозначены зоны, ну вот, 100% насмерть. Причем имейте в виду выстрел, какой я считаю лично лучшим выстрелом медведя. Прямо в торец и в задний торец. Потому что мощность современного оружия такова, если вы ему стреляете в задницу, вы все равно или перебьете, или попадете в крестец. Или она пролетит у него сквозь желудок и попадет в печень. Или она вообще долетит у него до сердца и наделает дел. То есть, я считаю вот выстрел в задний торец таким же уверенным, хорошим выстрелом, как и в передний. Убьете вы его с очень большой вероятностью. Кстати, я не буду говорить, что 100%. Просто потому что я не буду вообще говорить о ситуациях, когда вы медведя 100% убьете. Я вот видел безумный вот такой вот абсолютно гарантированной ситуации, когда человек вроде как должен был бы его убить и не убивал. Поэтому если медведь нападает, тот вариант, который мы рассматриваем, он летит на вас прыжками с расстояния ближе, чем 20 метров. Я вам сразу еще скажу такую вещь. Когда люди утверждают, что они стреляли в медведя в целях самообороны на расстоянии 40-30 и даже 25-20 метров я им не верю. Они просто хотели убить медведя. Потому что на этом расстоянии зверь еще уверенно отпугивается. Он, кстати, отпугивается с помощью огнестрельного оружия. И не выстрелами в воздух, а выстрелами рядом с ним, в землю, в галику. Ну, просто не надо стрелять ему так, чтобы ему посекло, например, камнями или осколками пули лапы. Он тут может разозлиться и полезть всерьез. Но когда он видит попадание рядом с собой, он просто понимает, что он имеет дело с чем-то, непонятно с чем, что гораздо сильнее его. И он сваливает. А воздух, ну, что там, бах-бах, ну, громко что-то трещит. В природе очень много всего громко трещит. Лед трещит во время ледохода, дерево трещит, когда падает. Мало ли, обезьянки прыгают. Вот. Как стрелять, когда он действительно полетел на вас в середину и не думая? Не цельтесь. Просто у вас времени на это буквально две секунды. Есть такой очень смешной фильм, он называется «Выживший». В нем, в общем-то, единственный момент, который похож на правду, хоть как-то, это момент, когда медведь летит на человека. Обратите внимание, Хью Гласс в исполнении этого мордатого актера не помню все его как зовут. Он буквально глазом моргнуть не успел, как медведь оказался на нем. Правда, медведь был размером с белого носорога, но это не важно. Это происходит именно так. У вас времени только на один выстрел, в середину. А дальше уже на самом деле ситуация немножко иначе развивается. Дело в том, как только вы в него попали, медведь вместе с пулей получает очень сильный удар. А дальше в него надо стрелять, пока он не перестает шевелиться. Вот и все. Какое оружие надо использовать для обороны от крупных хищных животных, от медведя в частности? Тут можно сколько всего поговорить. На самом деле считается, что необходима энергия пули, которая должна прилететь зверька, 8-10 джоулей на килограмм живого веса животного. То есть для надежного поражения медведя, имеющего массу 200 килограммов, энергия снаряда в момент встречи со зверем должна быть не меньше 1600 джоулей. То есть на самом на нижней вообще планке необходимого. Оружие для самообороны от медведя должно быть мощным, легким и прикладистым. Рекомендуемый калибр галкоствольного оружия это 12-й и выше, если есть. То есть на самом деле разница между площадью сечения 12-го калибра и площадью сечения 20-го калибра она наверное разница в полтора раза. Еще надо помнить, что чем больше калибр, тем больше он исправляет ошибки прицеливания. Вот это правда. Какие типы снарядов для галкоствольного оружия надо использовать для стрельбы по медведю на близких дистанциях? Пули с увеличивающимся при попадании диаметром вот такие вот типа дупа типа якана и кортечь ни в коем случае не связанная. Причем кортечь эффективно как раз и небольшая. И тут помните сразу такую вещь. Существует глазомер обычный охотничий. Все о чем я говорю дистанции меньше 10 метров. На расстоянии меньше 10 метров снаряд кортечи в медведя ложится вот так. Просто за счет множественного попадания зверь погибает. Из нарезного оружия эффективный калибр начинается с 6,5 миллиметров а масса пули с 8 граммов. Оптимальные калибры от 338 и выше и пули естественно с регулируемой экспансивностью. О выборе оружия можно говорить очень много и очень много сказано. Я скажу вам одну вещь. Самое лучшее оружие для обороны от медведя это то которое вы умеете пользоваться в совершенстве. Если вы умеете стрелять навскидку попадая всякий раз вот в такую мишень 10 метрах из САК-ТРГ для вас это будет САК-ТРГ если будет трехлинейный карабин Мосина или СКС это будет трехлинейный карабин Мосина или СКС лучшее оружие это то которое вы владеете. Прицелы когда приходится стрелять в медведя на коротке то есть реально в целях самообороны а не охоты как правило на прицельные приспособления внимания практически не обращаешь коллиматор в общем-то это хорошо если это коллиматор закрытого типа потому что коллиматоры открытого типа имеют свойство вообще реагировать на влагу открытый прицел хорошо умеете стрелять по стволу еще лучше оптика плохо потому что еще раз говорю в тот момент когда на вас медведь летит с 10 метров вы в него не целитесь вы встыкаете в него в ствол стреляете все у вас нет другого варианта мои рекомендации да простые мои рекомендации 30.06 300 винчестер магнум 9.3 на 62 375 холланд холланд что не исключает всех остальных включая 6.5 на 55 и 416 регби например Биллил Мур Стефансон известный арктический исследователь который в канадском секторе Арктики проработал очень много лет и убил чертову прорву белых медведей стрелял из манлихера каркана 6.5 на 52 и считал это лучшим в мире оружием для охоты на белого медведя Биллил Мур Стефансон оказался в итоге жив современные инуиты гиды-проводники охотников-спортсменов в Канаде очень часто используют старые армейские или Энфилды под патрон 303 Бритиш и тоже не жалуются поэтому все это субъективно и вот еще раз лучшее оружие то которым вы владеете но я долго слишком об этом разговариваю убили медведя лежит дальше что делать это тут довольно интересно значит что вы должны делать по закону информировать ближайшие природоохранные или правоохранительные органы о факте вынужденного отстрела оставить место происшествия в ненарушенном состоянии постараться изложить происшедшее в письменной форме в виде рапорта и подписать наибольшим количеством лиц теперь важно очень написать как можно больше бумаг то есть вы написали общий рапорт который подписали Иванов Петров Сидоров теперь говорите друзья мои Иванов Петров и Сидоров напишите каждый отдельно по бумажке и подпишите ее потому что четыре бумажки отдельно значит для правоохранительных органов больше чем одна бумажка подписанная четырьмя людьми вот пусть будет одна четырьмя людьми подписанная еще от всех четырех вот такая папочка всегда хуже вот такой зафиксировать место происшествия тело застреленного медведя с помощью фото видеокамерой самое ближайшее время после происшествия что вам за это будет оптимистический вариант составят акт вынужденного отстрела продукции отстрела шкуру мяса изымают контролирующие органы кстати вот имейте ввиду есть такая тема люди иногда говорят мы сейчас этого медведя шлепнем скажем что он у нас напал а шкуру себе не оставите она отходит государству изгниет где-нибудь в подвале охотоуправления иногда были годы когда вот у нас в магаданском охотоуправлении таких шкур гнило штук по 15-20 потому что там есть некоторые проблемы с их реализацией никто не знал куда их девать пессимистический вариант протокол за нарушение правил охоты административка за нарушение правил хранения ношения использования огнестрельного оружия уголовное дело за причинение ущерба в особо крупном размере как я вам сказал около 200 тысяч так что думайте сами решайте сами как вам поступать в случае нападения бурого медведя в ситуации когда у вас есть в руках огнестрельное оружие и удачи вам